Год назад Владислав Радимов представил новую девушку. Бывший муж Татьяны Булановой познакомил поклонников с бизнесвумен Анастасией Кулешовой. Совсем скоро пара поженится. 48-летний Радимов рассказал о возлюбленной в июне прошлого года. Моя. Нежно подписал кадр с девушкой экс-капитан Зенита. Выяснилось, что новая пассия спортсмена является основателем бренда Stasister Parfum, у нее есть свой салон. К слову, Владислав решился показать избранницу сразу после того, как Татьяна Буланова вышла замуж за Валерия Руднева. Певица прокомментировала новости о положительных изменениях в жизни бывшего супруга. Здоровье им и счастье. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма. Честно говоря, у меня другая версия, почему Владислав выложил такое фото. Накануне была передача, в которой принимала участие Дана Борисова. Она там сказала, что они с Владом переписываются, тесно общаются и он ей нравится. Скорее всего, из-за этого он решил успокоить свою девушку. А вовсе не из-за моей свадьбы. Может я ошибаюсь. Вообще считаю, что страницу надо переворачивать. Вот прожил жизнь, и не надо возвращаться. Дважды в одну реку не входят. Если тебе сделали больно когда-то, то все равно сделают еще раз. Говорила она Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». В декабре прошлого года Родимов сделал любимый предложение руки и сердца. Он поделился снимком из ресторана с красивым видом, где держит руку невесты, а на ее безымянном пальце красовалось кольцо. «Я сдался», — отметил Владислав. Совсем скоро пара сыграет свадьбу, о чем напомнила 42-летняя Анастасия. Будущая жена футболиста отчиталась в личном блоге, что они подали заявление в ЗАГС о регистрации брака. Кулешова все же не стала раскрывать, когда состоится торжество. Хоть сейчас звездная экс-супруга Родимова желает ему только счастья, она не скрывает, что многого натерпелась в браке с ним. Супруги часто конфликтовали, и иногда причиной ссор становилась популярность Булановой. «Я помню, как со вторым мужем приходили в какие-то заведения, а его не пускали. Он спортсмен, в трениках везде ходил. И когда я выглядывала из-за его спины, нам сразу улыбались, о, проходите, пожалуйста. Его это очень злило», — вспоминала блондинка.